Рад вас снова видеть на моём канале, сегодня бы я хотел обсудить один из каналов, очень интересной такой направленности, направленности разжигания ненавистия. Не люблю людей, которые пытаются обманывать. Я на своей шкуре ощутил вот это вот, когда на тебя пытаются скинуть какие-то бочки, нагло просто где-то клевещут, врут. И в связи с этим я очень не люблю, когда люди что-то говорят от себя, придумывают, выдумывают, лгут, просто так вешают какие-то ярлыки на людей. И вот, на мой взгляд, авторы подобных каналов, а в частности я буду сегодня рассматривать канал новости сверхдержавы, те же телевизионные каналы, только которые перебрались в интернет, делают ту же самую лживую пропаганду. Я уточняю, что пропаганда лживая, потому что я лично ничего не вижу плохого в пропаганде, когда люди пропагандируют свои идеи, но не посредством лжи. Я бы хотел обсудить и сегодня ролик данного канала. Я смотрю на людей, которые поддерживают данные ролики, комментируют их, ставят лайки. Я понимаю, что этим людям не нужна никакая правда. То есть, они именно ищут ту информацию, которая будет их устраивать. Их эта информация устраивает, она им нравится. Все, они не хотят выходить за рамки вот этого комфорта. Своей аудитории показать, что есть такие авторы. Если вдруг вы где-то там в рекомендациях натолкнетесь на этого человека, то вы сразу будете уже как-то идентифицировать человека, вы уже будете ставить под сомнение его слова, что есть хорошо. Потому что я вас призываю вообще любое утверждение, особенно которое не имеет под собой никаких доказательств, ставить сразу же под сомнение. Люди, которые смотрят это, хотят быть обманутыми. Это прям 100% факт. То есть, не один, ну не знаю, единица зрителей, мне кажется, из тысячи, которые их смотрят, сотни тысяч, будут проверять то, что они говорят. Друзья, хотел бы вас проинформировать, что у меня есть социальные сети, то есть все социальные сети, там Инстаграм у меня есть, Твиттер у меня есть, хотя вру не все, но тем не менее, какие-то есть. Вконтакте у меня есть. Подписывайтесь там, где вам удобнее будет принимать информацию, отслеживать выходы новых роликов, репостить, делиться с ними. Я буду очень благодарен, мне будет очень приятно, это будет большая для меня поддержка с вашей стороны. Для тех, кто смотрит прямые мои трансляции, те, кому нравится общаться в таком лайв-режиме, что-то обсуждать, что-то смотреть, я для этого создаю отдельный канал, чтобы не мешать контент, чтобы люди, которые нравятся смотреть трансляции, они всегда знали, что если там что-то выходит, то это трансляции. Там будут также выходить какие-то нарезки с трансляцией, буду стараться делать, потому что часто об этом просят. Тема это отчет мэра Москвы перед Государственной Думой Москвы. Ну, что может быть нового, так сказать, во всем этом? То есть, есть какие-то результаты, да, мэр отчитывается об этих результатах, люди уже принимают это решение, достаточно ли хорошо мэр справился с своей задачей. И в конце года многие вынуждены общаться, кто с журналистами, кто с юмористами, а кто с новыми депутатами Мосгордумы. Конечно, как стало известно, что всем оппозиционным партиям просто запретили задавать несогласованные вопросы. Интересно, будет доказательство того, что он сказал, что оппозиционным партиям запретили задавать несогласованные вопросы? То, как это вообще работает, что произошло, а то предоставлять один твит Алексея Навального как доказательство, но это... Причем есть вообще единоросс, если есть определенный регламент? Это был отчет, отчет мэра Москвы, то есть, да, он рассказывал, как он свою работу, в принципе, строит на протяжении того или иного времени. И в конце можно было задать ему по три вопроса от каждой фракции. И, на мой взгляд, это более чем логично по одной простой причине. Если бы еще каждый задавал вопросы, ну просто потому, что ему хочется задать этих вопросов неограниченное количество, и эти вопросы зачастую, как, в принципе, оказалось в последствии, не имели бы никакого отношения к самому отчету, ну что бы происходило? Происходил бы балаган, во-первых, во-вторых, бы все очень сильно затянулось, в-третьих, это бы никакого не имело отношения к теме разговора, именно к самому отчету. Система работает следующим образом. В эту комиссию по организации работы Мосгордума каждая фракция отправляет три своих вопроса, которые бы они хотели задать мэру по отчету, а не какие-то там личные их вопросы, которых интересует партия Яблоко. У них был еще дополнительный четвертый вопрос, который от себя решила задать одна из депутатов. Комиссия по организации работы Мосгордума проголосовала против вопроса правительству Москвы от фракции Яблоко из-за того несоответствия тематики ежегодного отчета мэра и правительства города. Об этом сообщили ТАСС в понедельник председатель столичного парламента Алексей Шапошников. Я, в принципе, сделал эту ремарочку для того, чтобы вы понимали, что у них есть свой конкретный четкий регламент, по которому они задавали вопросы. Они могли любой вопрос задать, который касался темы. Внутри своей фракции решить, что они считают важным, и отправить его на заявку. И там были разные вопросы. Были вопросы неудобные, но по теме. И они проходили, их задавали, и на них отвечали. Говорить, что была какая-то проблема в этом, я не считаю, что в этом была проблема. Это была проблема лишь у тех, кто хочет кричать и орать о том, о чем им хочется. Лучше давайте все-таки поговорим о тех, кто не боится и пытается задавать вопрос, несмотря на все попытки помешать. Сейчас вы увидите, какие были попытки помешать. Насколько эти попытки были страшные, что нужно опасаться было задавать эти вопросы. У меня есть вопрос. У вас заключительное слово. Согласно регламенту депутаты имеют право задать вопрос докладчику. У меня есть вопрос докладчику. У меня есть вопрос докладчику. Позвольте мне задать вопрос. Какая мужественная борьба женщины с этим мужчиной, который пытался ей объяснить, что вопросы задавались в соответствии с регламентом проведения именно этого отчета. Но она, в принципе, вырвалась и ответила. Давайте посмотрим, как эта ситуация выглядела с основного ракурса, который транслировался в прямом эфире на канале Мосгордумы. Пожалуйста, заключительное слово мэра Москвы Сергей Семенович Собянин. Мэр Собянин сам попросил коллег всех депутатов, которые находились в районе Мосгордумы. На местах проявить уважение к ней, спокойствие и дать ей задать все-таки этот вопрос, понимая, что ее действие можно структовать как действие не по регламенту. Летом вы выступали по телевидению и сказали, что в Москве прошли массовые беспорядки. Однако потом дело о массовых беспорядках было закрыто, но люди продолжают сидеть под арестом. Сергей Семенович, чувствуете ли вы ответственность перед этими людьми? Сразу спрошу, вы как думаете, этот вопрос относится к теме ежегодного отчета мэра Москвы о проделанной работе? Напишите мне в комментариях, очень было бы интересно ваше мнение услышать. Я с полной уверенностью убежден, что этот вопрос просто личного характера, не имеющий ничего общего с темой. Ответственность за то, что пострадали люди, чтобы произошел такой конфликт, что люди сегодня отбывают сроки. Это в первую очередь те провокаторы, которые их погнали туда, которые на легальном абсолютно митинге призвали идти с какой-то разницы. Им разрешили, они пришли на легальный митинг. Давайте теперь штурмовать, но нет такой страны, нет такого города в мире, в котором было бы разрешено перекрывать улицы, терпула, блокировать государство. Если такая страна есть, то я гарантирую вам, что такая страна просто развалится. Там не будет, кроме анархии, беспорядка, ничего не будет. Да что ты, черт побери, такое несешь. Это был оригинальный монтаж, то есть я ничего не подрезал, то есть с этого момента у него почему-то начался ответ. Сам ответ был в два раза дольше. Я вам сейчас покажу, как полный ответ звучал. Не знаю, меняет это что-то или нет, но мне кажется, что в таких ситуациях нужно ставить полный ответ, чтобы люди могли увидеть полноценную картину, сами оценить, какой ответ был, достойный или недостойный. Ну, я бы уже сомнительно относился к таким авторам, кто вот так вот подрезает чужие ответы, не показывает их целиком, не доверял бы их информации, потому что, ну, как минимум, по правилам журналистики это недопустимо. Конечно, чувствую, но давайте разберемся, почему они там оказались. В Москве проходят даже не десятки, а сотни согласованных митингов, на которые приходят, если в целом взять, миллионы вообще людей. И вообще никаких проблем нет, никто никого не арестовывает, не задерживает, дубинками не бьет, никаких конфликтов нет. Порядок в зале. Ну, хорошо, вы, если... Уважаемая Елена Анатольевна, не перебивайте выступающего. Я задал вопрос, пытаясь на нее ответить, если можно. То есть вы не хотите, чтобы я отвечал вопрос вашей коллеге? Ну, хорошо, давайте тогда придите ко мне, я вам отвечу. Но я должен сказать, что ответственность за то, что пострадали люди, что произошел такой конфликт, что люди сегодня отбывают сроки, это в первую очередь тех провокаторов, которые их погнали туда, которые на легальном абсолютном митинге призвали идти с какой-то радостью. Им разрешили, они пришли на легальный митинг, давайте теперь штурмовать мэрию. Ну, слушайте, ну нет такой страны, нет такого города в мире, которым было бы разрешено перекрывать улицы, тротуары, блокировать органы государственной власти. Если такая страна есть, то я гарантирую вам, что такая страна просто развалится, там не будет, кроме анархии, беспорядка, ничего не будет. Поэтому ваш вопрос, вам в первую очередь нужно обратить, конечно, к тем, кто призывал молодежь и людей идти под дубинки по лицейским. Это безобразная история, согласен с вами. Спасибо, коллега. Им удобно показать, что вот какой мэр глупый, ничего не знает, говорит какие-то непонятные вещи и обвиняет во всем других. Хотя первая же за свою фразу, он говорит, что он чувствует ответственность. Вы видели, как ей пытались помешать? Молодец. Правда, не про всех яблочников можно так сказать. Я думаю, просто не все там такие шизанутые, все прекрасно понимают. Собянин даже в своем ответе пригласил людей, если они хотят услышать ответ на данный вопрос, в личный разговор. То есть у них есть возможность лично беседовать. Но их это не устраивает, потому что это будут потом обсуждать в СМИ. А личный разговор, возможно, они не будут обсуждать в СМИ. Ну а что касается баек Собянина, что в других странах такого нет, страна такая просто развалится. То вот вам, что сейчас происходит, как раз в этой самой Америке. Тысячи протестующих перекрыли улицы Нью-Йорка во время несанкционированного марша в поддержку импичмента Трампа. И вы видите там силовиков, а задержания нет? Будет хоть единое доказательство того, что он говорит. Показывает какие-то кадры и предлагает нам поверить, что эти люди перекрыли там дорогу, никаких силовиков там нет. На слово, правильно? Это глупо сравнивать вообще, что происходит в Америке и что в России с точки зрения законодательства. Ну слушайте, в Америке со стволами можно ходить, в России нельзя ходить со стволами. Ну мы же не будем сравнивать эти вещи. Это много разных вещей, которые там делают, а у нас не делают. Там не происходит того, что он сказал. Я удивился, насколько они организованные люди, насколько они люди, которые даже не подумают что-то сказать в адрес сотрудника полиции. Что наши ненавистники власти, мягко говоря, делают. Они могут и плюнуть нам в полицейскую машину, и высказывать какие-то недовольства в адрес обычного сотрудника полиции. Давайте посмотрим, что там происходило. Я именно подрезал те моменты, которые четко опровергают его утверждение. Вот обратите, в самом начале идет перед колонной сотрудник полиции. Это тот сотрудник полиции, который ввел их, который давал команды, когда они проходят через пешеходные переходы. Вот стоят по бокам сотрудники полиции, можно обратить внимание. Нам рассказывают, что силовиков там не было. Вот стоят сотрудники полиции. Вот на этом кадре мы четко можем наблюдать. Чуть-чуть дальше. Вот здесь мы можем наблюдать, где стоят сотрудники полиции. Стоит забор вдоль колонны, которые они идут, чтобы они не вышли на дорогу, чтобы они понимали, куда идти. Потому что у нас часто орут там про загоны какие-то, что их бедных в России загоняют. Вот стоят силовики, спокойно едут машины, автотранспорт, никто им не мешает. Там всего было 2000 человек, по-моему, по их подсчетам. Куча просто полицейского автотранспорта. Вот здесь очень хорошо можно наблюдать. Вот как сотрудник полиции рукой дает знак, что они стоят перед пешеходным переходом, никуда не идут. И сотрудник полиции рукой показывает, что давайте переходим. И только после этого они начинают идти. Вот они по пешеходному переходу. Сотрудник еще раз помахивает, куда им идти. Сейчас они пойдут по улице. Вот они проходят по улице, полиция блокирует движение, чтобы не происходило никаких недопониманий. После того, как они проходили, транспорт продолжал дальше ехать. Интересный кадр, как нет там силовиков. Вы их не видите, вам же показали из двухчасового митинга. Сколько? 30 секунд его? Просто куча силовиков идет. Да, силовиков вообще нет. Вообще нет. Я бы хотел подметить вот именно этих силовиков, в которых стяжки. Стяжки это аналоги наручников, одноразовые наручники. Насколько много у них с собой этих стяжек. Понимаю, что если что-то начнется, они будут, не задумываясь, крутить всех. Забор, ограждение, за которым они стоят. Люди даже умудряются, знаете, торговлю там устраивать из этого мероприятия. Кто-то четко понимает, что есть мероприятие, на котором можно подзаработать. Не упускает возможности. Молодцы. Правильно. Вот это хороший подход. Это уже в другом городе происходит мероприятие. По этим кадрам видно, что уровень организации, он не на низком уровне. Это не стихийный митинг. Это в другом штате. Дорога едет совершенно спокойно. Люди спокойно стоят. Толпа самоорганизована вдоль дороги. И никто не выходит, никто не перекрывает. Смотрел все. Нет ни единого кадра, где бы, знаете, вот толпа решила пойти налево и пошла налево. Решила пойти направо и пошла направо. Нет, такого не было бы. Четкий маршрут был. Хочу напомнить, что у нас было этим летом, как перекрывали дорогу, о чем, в принципе, Собянин говорит. Я не думаю, что такое у них могло бы произойти, чтобы там толпа оголтела и молодежи, вылетела на дорогу, перекрыла оживленную трассу. И спокойно там бы стоял, и никто бы ничего бы не сделал. Возвращаемся к ролику автора. Говорят, а эти полигоны, которые вы создаете, вы что творите? Там в ШиЕ собрались в тайгу вести мусор. Не дай бог, вы представляете, что там будет? А вы там какие-то полигоны создаете? В Калуге вы с ума сошли, что ли? Я с удовольствием. Ну, коллеги, давайте ничего не будем вывозить никуда, и сжигать ничего не будем. Давайте оставим, вот, если вы дадите адресок мне, двора, где вы живете, я с удовольствием оставлю в этом дворе этот мусор. Скажу ГБУшки, наши жилища, не вывозите месяцок оттуда, и проблема решена. Вот этот фрагмент у него в ролике. Сразу опять скажу, это не полный ответ, как обычно. Сергей Семенович, с 1 января 2020 года Москва начинает первый этап внедрения системы раздельного сбора отходов. Скажите, пожалуйста, что делает правительство Москвы для информирования жителей о правилах раздельного сбора и внедрения новой культуры обращения с отходами? Все мы понимаем, что без участия жителей данный проект просто невозможно реализовать. В связи с чем возникают такие вопросы, как вы собираетесь привлекать к этому делу противников раздельного сбора, а также сторонники раздельного сбора задают очень много вопросов о дальнейшей работе со вторичными фракциями. Сергей Сергеевич, а вы готовы внести такой законопроект, который бы предполагал жесткие административные санкции по отношению к москвичам за нарушение сбора мусора? Вы готовы? Молодец. С другой стороны, вы готовы проголосовать за то, чтобы мы отменили раздельный сбор мусора? Я тоже думаю, нет. Пкивайте голову, нет, конечно. Я с вами солидарен. Мы вводим раздельный сбор мусора, мы не вводим никаких жестких санкций. По информированию максимально стараемся проинформировать граждан, причем и визуально, создавая специальные бренды, брендируя сами контейнеры для сбора мусора, брендируя машины, которые занимаются вывозом мусора, ну и раздавая специальную информацию через интернет и непосредственно почтовые ящики. И сегодня, вы знаете, мы не обязаны создавать с этого года, у нас еще там пару лет есть, переходного периода. Я посчитал, что надо вводить раньше. Чем раньше, тем лучше, тем больше будем привыкать к этому. Пока не вступишь в эту систему, ты не поймешь, какие там сложности, проблемы. Когда в 20 тысяч московских дворах устанавливаются контейнеры, огромное количество обойщиков, даже не только наши крупные операторы, но и мелкие, в том числе их сотни, начинают действовать в этой системе. Ну и я уверен, что проблем хватит. Ну давайте вместе с ними заниматься. Жгого пути нет. Вы же видите, какая ваховская ситуация по унтеризации в мусорах. Кстати, мне это очень забавляет, когда мне говорят, слушайте, в Московской области строятся мусорожигательные заводы. Кошмар. На территории Москвы там во времена Юрия Михайловича построены мусорожигающие заводы. Кошмар. Давайте все закроем. Это безобразие. Это не соответствует каким-то там современным трендам и так далее. Хорошо, закроем. Говорят, эти полигоны, которые вы создаете, вы что творите? Там в Шиес собрались, в Тайву везти мусор. Не дай бог, вы представляете, что там будет. А вы там какие-то полигоны создаете в Калуге, вы с ума сошли, что ли? Я с удовольствием. Коллеги, давайте ничего не будем вывозить никуда, сжигать ничего не будем. Давайте оставим, если вы дадите адресок мне, двора, где вы живете, я с удовольствием оставлю в этом дворе этот мусор. Скажу, ГБУшки, наши жилища, не вывозите месяцок оттуда, и проблема решена. А, полигоны не нужны, заводы не нужны. Надо разделять мусор. Мы разделяем его. Разделяем, говорят, не, не, это все ерунда. Специалисты, мы знаем, что больше 25% не делят. Но если вы специалисты и знаете, что нельзя больше 25% отделить, чего вы хотите от меня-то? Несложно даже понять, я какой-то парадигмин такой интересный. Дело это, нет, нельзя. Так нельзя, так нельзя. Как можно? Скажите, как можно, мы будем делать. Вот я, Елена Анатольевна, дорогая моя, я с вами полностью согласен. Не надо мусор создавать. Спасибо. Что может государство сделать в этом вопросе? Предоставить себе инструменты для реализации разделя на сбор мусора и его утилизации, переработки, и жестко контролировать, наказывать тех, кто не хочет заниматься этим, потому что это вредит экологии. Очень многие перевозбудились после его фразы, где он предлагает оставить мусор и месяц его не вывозить. И сразу было понятно, что высказывание мэра было связано просто с удивлением, что людям ничего не нравится, так что вы хотите? И люди, которые этого не поняли, я просто удивляюсь, насколько они глупы, как они вообще понимают какую-то другую информацию. Он даже не знает, что такое переработка и утилизация. Он даже слово такое не знает. Он же говорит, вывозить мусор сжигать. Ведь депутаты Госдумы приравняли сжигание мусора к его утилизации. Госдума приняла в третьем чтении законопроект, приравнивающий сжигание отходов с целью получения энергии к утилизации. И еще есть такой момент, где написано, что помимо этого документ вводит плату за негативное воздействие на окружающую среду. Что этому молодому человеку непонятно. Давайте смотреть дальше. То есть сжигать для них значит утилизировать. И они не видят никакую разницу. И при этом они не позовут экспертов, представителей Гринпис, чтобы те им объяснили. Гринпис, в каком месте они стали экспертами? Как минимум хотя бы экологов надо приглашать, а не Гринпис. Гринпис зовите, они сейчас все решат, все наладят, все настроят. Сжигать будут далеко от Москвы, им не дышать. Семьи вообще живут где-нибудь за границей. Вот и весь расклад. Он просто от себя что-нибудь несет. С чего он решил, что сжигать будут далеко от Москвы? Как он это придумал? Что он будет жить за границей? Насколько я знаю, что, по-моему, 4 сжигающих станции будут находиться в Подмосковье. Давно занимаетесь этой проблемой? Знаете ее хорошо? Вы помните, что у нас происходило до этого, скажем, до 2012 года? Это был, честно говоря, какой-то непрекращающийся кошмар. Такое количество жалоб, такого возмущения. Честно, сложно себе было представить. У нас 4,5 тысячи зданий в Москве было, 4,5 тысячи отдельно администрировалось все питание. Ну, я не следователь, но, в общем, там, я думаю, процентов 30 разворовывалось. Правильно, ему задают вопрос о проблемах некачественного питания детей, а он отвечает, как было все плохо раньше. Он 9 лет уже занимает эту должность, но виновата прошлое наследие. Там намного хуже было. Это же классика жанра. Не находится культурных слов, как назвать этого, я не знаю, глупого человека. То есть я сдерживаюсь, чтобы не сказать ничего неприятного в его адрес, но он опять нагло просто врет, ничего не доказывает, просто вставляет вырезку с его ответа. Он показал начало ответа, а я покажу, что он еще дальше продолжал отвечать. Ну, я не следователь, но, в общем-то, я думаю, процентов 30 разворовывалось. Половина выбрасывалась. Что там они готовили? Были прекрасные школы. Вот ты должен сказать, что были прекрасные школы с хорошими лаповарами и так далее. Ну, у нас, так, в Москве все было, у нас несколько хороших школ, а все остальное, не пойми как. И из этой ситуации надо было что-то делать. Мы пытались контролироваться, давать централизованные закупки отдельных видов товаров. Это ничего не помогло. Огромное количество подделки там и молока, и масла, маргарина, и других подобных питаний. Просто сплошной фальсификат. Поэтому перешли на ту систему, которая сегодня есть. Мы ее не закрываем, мы же проводим каждый год тендеры. И, пожалуйста, я сам прошу, вот тех потенциальных учащих, приходите, пожалуйста, приходите на торги, выигрывайте, работайте. У нас есть, помимо этого, еще законодательство, 44-й закон, который обязывает нас выставлять на конкурентные торги. Давать право тем, кто максимально снижает цену. Поэтому не замыкаем, не создаем такую замкнутую систему. Я полностью с вами согласен, что там проблемы есть. Давайте вместе контролировать, вместе работаем. Он признал проблему, что она есть, предложил ее решить. То непонятное, когда человек начинает сравнивать с тем, что было раньше. Он, конечно, будет отталкиваться с то, что было раньше. Это смотрит, и это смотрит, поверьте, не 10 тысяч человек. Не рефлексирую, распространяй. Вон Франция, с помощью протестов люди добились отмены повышения пенсионного возраста. Но он не уточняет то, что они саму эту реформу оставили. То, что эта реформа стимулирует людей выходить на пенсию позже. Что в перспективе они все равно планируют поднимать возраст. Бразилия тоже выступила массово против. И таких примеров просто огромное множество. И представьте, страны же не развалились, а чувствуют себя очень хорошо. И посмотрите на уровень жизни. Где Франция с Америкой и где мы. А можно было бы еще немножечко, вот хоть какого-то фактажа сказанного твой фраз. Где процветание этих стран можно вот увидеть? Ну там сказал Францию, какие-то факты, цифры, которые подтверждают это. Может ты расскажешь про уровень безработицы в Бразилии. Насколько там все процветающее, какие там большие зарплаты. Причем вообще Америка. И расскажите Собянину уже наконец, как в той же Швеции перерабатывают 99% мусора. Они тупо складируют и сжигают. 50 из них посредством сжигания мусора, переработки его в энергию. То есть как раз таки то, о чем говорит законопроект. Что им должны рассказать, как в той же Швеции сжигают 50% мусора и перерабатывают его в энергию. Да по-моему это уже давно рассказали, это делают, но вам это тоже не нравится. Даже у них остается мусор, тот же там 1%, не перерабатываемый мусор. И опять-таки вы приводите самый лучший пример. Во множестве европейских стран не имеют таких показателей. В Японии, по-моему, если я не ошибаюсь, в черте города стоят эти станции сжигающие. И вроде бы процветающая, развитая страна. Завод соответствует всем необходимым стандартам. Установлено 2400 фильтров, которые собственно говоря и обеспечат абсолютную чистоту производства. Мы будем строить в Подмосковье заводы по этой же технологии, Hitachi Zos. Мы же хотим как Швеции, так давайте сжигать, в энергию перерабатывать. Я наверное подметил все, что хотел в этом ролике, более-менее серьезные какие-то темы. Потому что в принципе там каждое слово, какой-то бред, какая-то глупость. Ну а мы с вами тем временем, конечно же, не прощаемся. Скоро увидимся. Ну не мог я не вставить его концовку прощальную. Мне очень нравится, как он это делает. С такой долгой паузой. Продолжение следует...